Добрый день! В хромосомах этот метод широко используется в медицине и особенно в онкопатологии, так что это важно и в некоторых случаях незаменимый инструмент для патолога. Глобально мы разделяем пробы ФИШ на диагностические, которые позволяют нам подтвердить либо опровергнуть диагноз, такие как ЕВСР или СС-18, прогностические пробы, например, НМИК при нейробластоме и предиктивные пробы, такие как ХИР-2 при раке молочной железы. Также можно разделить пробы на те, в которых нам важно точное число сигналов в ядре клетки, это пробы на амплификацию, и пробы, в которых нам важно взаиморасположение сигналов друг относительно друга, это пробы на брейк-апарт и на фузию. Примеры представлены на слайде. На этом слайде этапы пробоподготовки, результатом которых является непосредственно флюоресцентное стекло, на них я останавливаться не буду. И дальше, какова судьба флюоресцентного препарата? При использовании флюоресцентной микроскопии это стекло можно сразу же оценивать и дать заключение. Я хочу рассказать о этапах, которые следуют в цифровой патологии после заключения препарата под покровное стекло. Я рассказываю вам об этом на примере пробы ФИШ-ХЕР-2 на примере рака молочной железы. Первым делом специалист сканирует срез, окрашенный гемотоксилино-1, чтобы мы понимали, где в препарате находится инвазивная опухоль, где находится карцинома ин-ситу, есть ли здесь лимфоидные лимфритраты, где нормальная ткань молочной железы. Затем специалист сканирует ИГХ, в частности ИГХ с ХЕР-2, чтобы мы могли понимать, как препарат был окрашен на этом этапе, какие у него есть зоны, возможно, есть какая-то гетерогенность. Следующий этап – это сканирование уже готового флюоресцентного препарата в ДАПИ. Здесь мы, опять же, смотрим, какие в препарате есть зоны, соотносимых с сканом ИГХ, и врач размечает прицельно те зоны, которые его интересуют, потому что препарат очень большой по площади, и весь отсканировать быть не может, ну, может быть и может, но он будет очень долго сканироваться и очень много весить. Поэтому врач размечает интересующие его зоны, а также нормальную ткань железы для контроля, либо лимфоидные скопления для контроля. И в итоге специалист сканирует прицельно в фильтрах только эти зоны, которые затем оценивать будет врач. Также мы можем посмотреть характеристики скана, такие как характеристики фильтров, в которых этот препарат был отсканирован, время сканирования, размер изображения, соответственно, и объем той работы, которую должен был бы выполнить врач, но за него выполнил сканер. Здесь мы видим, что отсканировано 1161 поле зрения. На следующем этапе, на этапе оценки этого препарата, первое, что мы делаем, это смотрим на ядра клеток в фильтре ДАПИ и обводим по периметру отдельные ядра опухолевых клеток. Мы это делаем для того, чтобы точно мы могли отличить ядра опухолевых клеток от ядер, допустим, лимфоцитов или картином инсиду, и для того, чтобы оценивать сигналы именно внутри ядра клетки, не за его пределами. На следующем этапе мы можем включить, к примеру, красный фильтр и посчитать количество красных сигналов, затем количество зеленых сигналов. Дальше это легко конвертируется в таблицу Excel, в которой мы видим количество ядер клеток, которые мы посчитали, количество у них красных и зеленых сигналов, и легко посчитать общую сумму красных и зеленых сигналов, их соотношение и среднее количество красных и зеленых сигналов в ядрах клеток, что важно для заключения. И если преимущество цифрового анализа на примере проб на амплификацию не так заметно, не так очевидно, то пробу на перестройке таких брикопарт или УЗИ отчетливо его демонстрируют. Например, FISH-SS18. Это отсканированный срез в ДАПе, в котором мы первым этапом размечаем ядра клеток. Здесь это немножко сложнее, поскольку ядра накладываются друг на друга, но тем не менее можно понять, где заканчивается одна клетка и начинается другая. Затем мы смотрим, как расположены красные сигналы, как расположены зеленые сигналы, и мы можем включить оба псевдоцвета одновременно и непосредственно проанализировать на наличии брикопарта. То есть здесь мы видим, что есть фузия, два сигнала в одном месте находятся, и брикопарт. Опять же, в этой клетке фузия и брикопарт. В этой клетке две фузии, поскольку расстояние между красным и зеленым сигналом не превышает диаметр сигнала. Опять же, мы все конвертируем в таблицу. Это гораздо проще, чем записывать, потому что в этой пробе мы должны оценить 100 опухолевых клеток. И также с помощью этой таблицы можно будет легко посчитать процент клеток, в которых есть искомый нами брикопарт. Что касается нашего опыта. За 2019 год нами было выполнено 398 фиш-проб. Большая часть из них 56%. Это пробы на HER2. На втором месте у нас стоит BCL2 и BCL6. И за ними идут USR и SS18. Исходя из нашего опыта, мы можем выделить плюсы цифрового анализа фиш-исследования и минусы. Начнем, конечно же, с плюсов. Их больше. Это, во-первых, более точный подсчет сигналов, их точного числа в ядре клетки. Это возможность одновременной визуализации всех сигналов, что очень важно для проб на брикопарт или фузию. Меньше нагрузки на зрение врача. Это возможность просмотра сканов в любое время и в любом месте. То есть, возможность удаленной работы специалиста. Более объективный результат за счет возможности одновременного просмотра несколькими врачами. То есть, одну и ту же клетку могут просматривать несколько врачей и давать свое заключение по ней. Возможность регулирования освещения, цвета сигналов и корректировки четкости. И возможность создания базы данных, сканов, хранилища. Поскольку скан хранится неограниченное количество времени, к нему можно вернуться при возникновении каких-то вопросов. И также база данных позволит обучать новых специалистов легче, чем если бы пришлось смотреть в микроскоп. Из минусов можно отметить увеличение времени ответа. Хотя я считаю, что это спорный момент, поскольку, как я уже говорила ранее, есть возможность удаленной работы со сканом. И, допустим, если скан сделан в пятницу вечером, не обязательно ждать понедельника, чтобы прийти на рабочее место и посмотреть препарат в микроскоп. Второй минус – это необходимость референса. То есть наличие сканирующего микроскопа не означает, что можно выбросить флюоресцентный микроскоп. Поскольку до того, как вы будете сканировать препарат, нужно убедиться в том, что реакция гибридизации прошла успешно. Для этого, собственно, и нужен флюоресцентный микроскоп. Следующий минус – это увеличение стоимости выхода на рынок. Это цена реагентов. Это необходимость обучения специалистов сканированию, обучения специалистов просмотру фишеследования именно в цифровом варианте. И следующий минус – это появление неразрешенных вопросов, таких как «Сколько клеток всё-таки нужно считать?». Какие клетки подходят для анализа, а какие клетки не подходят для анализа? Подходит ли для анализа клетки с одним, допустим, сигналом? Если это проба HER2 и один зелёный сигнал в клетке, можем ли мы считать такую клетку? Или мы должны считать только клетки с двумя зелёными сигналами, поскольку они бы означали диплоидный набор хромошон? И, к сожалению, у нас нет опыта работы с цитологическими мазками. Возможно, какие-то из проблем решаются при использовании цитологических мазков. Но, к сожалению, у нас такого опыта нет. Есть в цифровой патологии такая опция, как цифровой программный анализ скана. Для пробы, допустим, на HER2 он существует, и он может использоваться, к примеру, если у вас получается промежуточная амплификация. Можно обучить машину поиску сигналов, и она вам скажет, каков процент амплифицированных и неамплифицированных клеток. Но, как на мой взгляд, обучение занимает очень много времени, и быстрее посчитать вручную. И, опять же, те данные, которые выдаёт эта программа, они не совсем подходят для нашего заключения. Что же всё-таки нужно сделать, чтобы получить хороший фиш-препарат, который можно будет оценить? Ну, во-первых, на этапе вырезки важно соблюдать время холодовой, тепловой и шимии препарата. От этого очень много зависит. Также важно правильно зафиксировать и провести материал. Нужно помнить о том, что часть красок для маркировки краёв резекции могут сами по себе флюоресцировать, и фрагменты, окрашенные этими красками, сложнее будет сканировать и оценивать. Нужно помнить о том, что срезы должны быть тонкие, чтобы клетки лежали в один слой и не накладывались друг на друга, чтобы мы могли идентифицировать отдельные ядра клеток на препарате. Конечно же, важно хорошо отмыть препараты от остатков зонда, чтобы минимизировать количество флюоресцирующего мусора в скане. Также специалист, который сканирует, должен хорошо понимать, где находятся сигналы, где находится мусор, и фокусироваться именно на сигналах, игнорируя мусор. Также в зону сканирования должен попасть контроль, как я уже говорила, это лимфоциты, нормальные клетки ткани, в которых мы точно знаем, как должны выглядеть сигналы, где они должны быть расположены друг относительно друга. На этапе просмотра слайда мы, допустим, считаем только те клетки, которые не подверглись чрезмерному лизису, то есть они не выглядят как бублики. Также мы считаем отдельно лежащие и не перекрывающиеся клетки, чтобы не увеличить искусственное количество сигналов в них. Не считаем клетки в карциноме инситу, только в клетках инвазивного рака. Не считаем клетки с одним красным или зеленым сигналом, считаем только клетки с диплоидом набором хромосом. Важно отличать опухолевые клетки от лимфоцитов и нормальных клеток, опять же, чтобы не исказить картину и четко понимать, как выглядит сигнал, как выглядит мусор, что сигнал находится внутри клетки, мусор может располагаться где угодно в межклеточном пространстве. Ну и на этом, пожалуй, что все. Спасибо вам за внимание, не болейте и хорошего настроения. Продолжение следует...